Девушки отдыхают И это свидетельство о том, что с сегодняшнего дня ты входишь в объединение экспертов, там на обратной стороне написано, то есть она официально член этого общества, сегодняшнего дня, то есть ты имеешь право работать в безопасности, потому что ты прошла специальный конс подготовки, там написано, что ты правопригодный, моя подпись стоит, это подпись дорогого слоя в этом мире, безопасности. Спасибо всем огромное. Олег Викторович, конечно же, вам в первую очередь, я постараюсь, не то что постараюсь, я обещаю, что оправдаю ваши... Это в ваших интересах, я не думаю, что вам хочется задержаться в какой-то компании. Нет, не хочется, не хочется расти. Расти дальше, да, поэтому это в ваших интересах, это в ваших интересах сделать, это можно быстрее. Спасибо. Да, пожалуйста. Ну, в общем-то, эффект от технологии якорь вы видите, за две недели человек совершенно преобразился, совершенно другим стал, выздоровел и так далее. Можете посмотреть, как работает технология вживую, насколько она эффективна, что за две недели можно человека подготовить, дать ему фундамент работы в безопасности с клиентами и в самой отрасли. И еще и технологию передать. Две недели, по-моему, это очень маленький срок, в две недели, чтобы человека ввести в отрасль. И чтобы я тебе сказал на последнем занятии перед выпуском, что теперь я точно смогу это сделать. Когда все фазы сложились, да, все понимание полностью пришло, а весь технологический материал, нагрузка, если Алексей Иванович записывает, так сказать, пожалуйста, забирайте. Вот такая вот ситуация. Ну, вот видите, да, то есть первое, наш выпускник по технологии якорь, вот он у нас за номером один, как бы, технология специально создана для, так сказать, переквалификации людей на другие, так сказать, направления, как бы, деятельности по ориентированию. Вот, как бы, пожалуйста, вот мы, как всегда, как создали, сразу же опробировали, сразу же проверили, как работает, и сразу же, вот уже у нас первый человек, который, как бы, в Украине, я, первая, как бы, кто эту технологию принял, якорь, то есть он ее номер один, как бы, вот и оставайся номером один и дальше, как бы, во всех, как, поэтому можешь спокойно эксплуатировать, так сказать, якорь, как бы, а захочешь поменять на технологический паспорт, пожалуйста, в любом же материале, Павел Валентинович, он заменит этого сведения. Вот, да. Кто спросил, что хочет? Да. Отлично. Этот вопрос технологического плана мы обсудили, вопросы обсудили введение новой документации в связи с организацией командирного общества, вот, так сказать, теперь у нас вопросы связаны с дальнейшей, как бы, деятельностью, ну, продвижением направления развития этого командирного общества. То есть, так сказать, что нам необходимо утвердить, что? Некий структуру самого общества, да? Поэтому, наверное, можно, Павел Валентинович, вытирать все из доски, можно вытирать все из доски и пишем структуру. Нет? Нет. Да. Писать будет Сергей Ярославович. Сейчас, давайте, давайте, давайте смотреть. Как построим организационную работу для самой структуры? Ну, понятно. Существует директор, существует совет. Существует совет учредителей этой системы, да? Давайте, давайте, давайте полномочия директора, полномочия советов. Существует директор, пока на личности не переходим. Существует директор, существует совет учредителей основных. Потом совет бывает в двух вариантах. Совет бывает в двух вариантах. Совет основных учредителей или расширенный совет основных и дополнительных учредителей. И расширенный совет основных и дополнительных учредителей. То есть, вот три. То есть, решения принимаются либо директором, либо советом основных учредителей, либо директором советом основных учредителей и советом основных и дополнительных учредителей. Вот такие решения мы принимаем, так сказать, какими, так сказать, структурами. Давайте. Директор, директор, его полномочия управления предприятием, управления предприятием с целью реализации на территории земного шара управления предприятием, установленной Советом основных учредителей маркетинговой политики. То есть, директор не может выбирать маркетинговую политику командитного общества на рынке. Он ее реализовывает. Он исполнительный орган реализации маркетинговой политики. Второй момент. Основные учредители устанавливают орг-политику и маркетинговую политику. Основные учредители устанавливают орг-политику командитного общества и взаимодействие основных и дополнительных учредителей. Повтор политику. Повтор политику. Повтор политику. Повтор политику. Повтор политику. Следующий момент. Мы говорили о том, что для того, чтобы реализовать свободный потенциал компании, необходимо несколько моментов света. То есть кадровыми вопросами должен в обществе заниматься директор по персоналу. Директор по персоналу. Должен заниматься директор по персоналу. И он же главный инженер человеческих ресурсов на предприятии. И такая должность, она выборная, эта должность. Выбирается подобный товарищ из состава командитного общества, из основных и дополнительных учредителей. Выбирается он советом основных учредителей. Советом основных учредителей. Вот такой директор по персоналу назначается на эту должность. И эта должность выборная на один календарный год. с правом смещения его с этой должности не ранее трех календарных месяцев с момента преступления должности. То есть мы его можем снять за отсутствие результатов только не ранее трех месяцев его продемонстрированной работы. Я думаю, это не испытательный срок, это срок демонстрации компетентности в совету основных учредителей. Срок демонстрации компетентности в совету основных учредителей. советую основных учредителей. Сохранитель электроды. Да. ¿D затем горячая domination? То есть, совет основных учредителей может принять решение о назначении кадра директора по персоналу этого общества в составе трех участников. Без необходимости созыва полного состава учредительных форумов достаточно трех участников основных учредителей. Не менее трех. И обязательно физических лиц. То есть, юридические лица в голосовании участия не принимают. Они только защищать могут свои интересы. Их представители могут только защищать свои интересы. И это важно. И это важно юридически. То есть, по сути, у нас совет сохраняется. Только преобразовывается в совет командитного общества. То есть, основные учредители принимают решение о назначении. И снять его можно только через три месяца. Из-за некомпетентности. То есть, три человека достаточно. Я, например. То есть, теперь обязательно участие подобного рода в совете основных учредителей, директора командитного общества. С целью утверждения этого лица на должность. Обязательно участие директора. То есть, четвертым лицом. Обязательно участие директора для утверждения на должность. Директор командитного общества лицо выборное, выборное. И избирается на срок, избирается на срок от одного до пяти лет, от одного до пяти лет советом основных учредителей. Советом основных учредителей. То есть, с директором подписывается контракт, назначается ему содержание, как бы директору, в размере, в размере, установленном контрактом. Содержание контракта является тайной коммерческой предприятия. И стороны принимают на себя обязательство не разглашать содержание контракта, стоимость контракта между директором и командитным обществом. Понятно, компетентным органам, которым это надо знать, налоговая, там, и так далее, там, пожалуйста, то есть, среднее заработное предплате не является, как бы, тайной для... А вот для всех остальных лиц, которые не имеют, то есть, ограниченный доступ к содержанию, как бы, контракта. Только, ну, по требованию компетентных, как бы, сказать, органов. Понятно, да? То есть, вот такая вот... И само содержание контракта является технологическим активом, индустриальным обществом. И его нельзя показывать не потому, что оно, так сказать, содержит какие-то тайную информацию, а само содержание контракта является интеллектуальным, как бы, активом. И стороны обязуются, договорились его содержание, структуру, стоимость и так далее, чтобы не разглашать, как интеллектуальный. Ну, так. Следующий, как бы, момент. У нас выбранная следующая должность – это руководитель аппарата безопасности этой, как бы, структуры. Следующая выбранная должность – это руководитель аппарата безопасности этой структуры. Так. Следующая получится。 Следующая выбранная должность. Продолжение следует... the board... And now on. Вот, то есть как выбирается руководитель аппарата безопасности, то есть руководитель аппарата безопасности, так сказать, выбирается советом основных и дополнительных учредителей. Советом основных и дополнительных учредителей. На срок не менее одного календарного года с возможностью отстранения его от должности в связи с некомпетентностью не ранее двухмесячного срока. Переизбрание происходит по следующей схеме руководителя аппарата безопасности. Он отстраняется от должности. На особый период до переизбрания этого лица назначается лицо, отвечающее за безопасность, принимающее на себя обязательства по обеспечению безопасности клиентов, соучредителей, учредителей основных дополнительных, первых лиц, основных сотрудников предприятия. До переизбрания. Переизбрание должно произойти в течение двух календарных недель, не позже. На это время назначается лицо, которое отвечает за безопасность до переизбрания. С момента переизбрания, с момента того, как расширенный совет основных и дополнительных учредителей проголосовал за переизбрание руководителя аппарата безопасности этой структуры, он принимает должность и на следующее утро вступает в должность. На следующее утро вступает в должность. Тут важно эти правила все прописать. Для избрания руководителя аппарата безопасности достаточно трех человек основных учредителей и директора предприятия и не менее десяти дополнительных учредителей, принятых советом основных учредителей, как необходимость обязательного их присутствия на подобного рода. То есть те, кто присутствует при выборе, руководителя аппарата безопасности этой структуры приглашают основные учредители и им предлежит инициатива и прелегатива пригласить на расширенное совещание, на расширенный совет. То есть люди, которые входят в дополнительные учредители, собственные на инициативе участия в этом совете не имеют. Только по приглашению основных учредителей, физических лиц. То есть только основные учредители и физические лица могут пригласить дополнительных учредителей в количестве не менее десяти человек для избрания воли. Все остальные, в соответствии с уставом, принимают их выбор как окончательный и не противоречащий их воли. Как окончательный и не противоречащий их воли. Почему такая схема? Потому что это позволяет быть объективным. Потому что дополнительные учредители не понимают ничего. То есть если мы пригласим 200 дополнительных учредителей, которые только стали дополнительными учредителями, они ничего не понимают ни в компетентности аппаратов безопасности и ничего. 10 человек, которые действительно в этом разбираются, они могут дать оценку достойную кандидату, выдвинутому на этот пост. И, так сказать, трое минимум основных учредителей, которые пригласили эти 10 учредителей. Итого не менее 13 человек должно присутствовать при избрании нового руководителя аппарата безопасности на должность. И при выборе первого руководителя аппарата безопасности тоже на должность должно присутствовать не менее 14 человек. То есть 13 плюс 1, то есть 14. При выборе руководителя аппарата безопасности надо руководствоваться объективными критериями выбора профессионала. И не руководствоваться отношениями. Человек хороший, он плохой и так далее. Мы выбираем профессионала, которому вверяем деятельность общества. Его безопасность и внешние внутренние. Поэтому нам необходимо, нам необходимо, так сказать, вот этот момент учитывать при выборе. То есть мы не руководствуемся личными какими-то вещами, мы руководствуемся какими-то профессиональными. Вы руководствуемся профессиональными вещами. Понятно? Вот такая вот ситуация. Кто из совета против подобного рода правил? То есть какие-то изменения внести в то, что я говорю? Может быть, меньше дополнительных учредителей при голосовании, когда их приглашают? Потому что там вдруг, если человек не собирал, после того же мы собираем. Да у нас в офисе 30. Конечно. У нас в офисе 30. Своим советом и лишним. Да. У нас в офисе 30. То есть одна треть в офисе. Можно здесь ограничить число, например, от 7. Я сказал бы это от 5 до 10. Давайте мы диапазон не менее 5 и не более 10. Не менее 5 и не более 10. Не менее 5 и не более 10. Так диапазон пойдет? Отлично. У нас есть директор, у нас есть директор по персоналу, у нас есть руководитель аппарата безопасности и не хватает теперь первого заместителя по организации работы. Лицо назначается, первое заместитель по организации работы, назначается директором и утверждается на совете основных учредителей. То есть директор его представляет на совет основных учредителей, да, а совет основных учредителей утверждает или не утверждает, или отказывает директору в утверждении такой кандидатуры. И, значит, обязанности между директором и первым заместителем распределяются следующим способом. Первого заместителя, первого заместителя, вся внутренняя деятельность предприятия, организация работы внутренней, то есть реализация оргполитики, это первый заместитель, и кадровая политика. То есть зам, директор по персоналу находится в прямом подчинении первого заместителя директора компании. А директора внешне, кто? Внешне предприятия. А директора внешне предприятия. То есть а директора внешне предприятия. То есть вы практически финансовые учреждения? Не, не. Первый заместитель – это не финансовый директор. Финансовый директор и руководитель аппарата безопасности – это одно и то же лицо в этом предприятии. У нас вместо финансового директора руководитель аппарата безопасности. Вот такая вот организационная структура. Сколько людей должно работать в штатные единицы? Кто утверждает штат этого предприятия? Я думаю, не директор. Я думаю, первый заместитель утверждает. Так как он отвечает за орг-политику, в его введении штатное расписание предприятия, то есть количество лиц, которые, так сказать, должны… Следующий момент. Вопросы об открытии филиалов командитного общества в других регионах Украины и за рубежом решаются по тем же правилам, что и избрание руководителя аппарата безопасности. По тем же правилам нормативным. То есть советам учредителей основных и дополнительных в количестве трех плюс директор плюс от пяти до десяти дополнительных учредителей. То есть расширенным советом. То решение принимается расширенным советом. И только после принятия решения, так сказать, дополнительным советом, так сказать, можно принимать решение о реализации вещей, связанных с этим. Понятно. Следующий момент, который здесь бы хотелось обсудить, это момент, то есть принять решение отразить это в уставе, принять решение отразить просто, что сама технологическая схема внутренняя и внешняя, то есть вот как бы технологическая система является, то есть сама технологическая система является работой интеллектуальным активом. То есть процессы операции не являются интеллектуальным активом, а технологические цепочки тоже не являются, а сама система работы общества внешне и внутренне является интеллектуальным активом этого общества. И это надо отразить в уставе. Рассчитать его по МОНИ и отразить его в уставе. С суммарной стоимостью вот такой. Понимается индивидуальному обществу. Да, да. А лучше переданному обществу. Да, вот это самое лучшее. Олегом Викторовичем, да, это еще лучше будет. Чтобы никто не мог покуситься никогда. Олег Викторович, обществу точно вреда, а не причины. Да, это однозначно. То есть переданному обществу и эксплуатируемому обществу на протяжении, образно говоря, до 2020 года. С правом пролонгации. Дальше. То есть как раз вот эта технологическая система, она как бы будет. Да, абсолютно верно. Все верно. В основной форме. Да, абсолютно верно. Дальше. Вопрос, связанный с количеством лиц, которые участвуют. То есть сколько нам необходимо лиц, которые будут работать. Ну, мы говорили о том, что, наверное, это можно как бы вытирать уже как бы все. Нужно количество руководителей направлений. Что? Количество руководителей направлений, которые как бы нужны в этом обществе, которые должны быть назначены как бы надел. Помимо компаний, основных учредителей, которые выполняют задачи, поставленные дополнительными учредителями, по обеспечению безопасности, финансирования и так далее. То есть у самого общества существует своя деятельность на территории, как бы говорили, да? На территории государства, на территории общества и так далее. То есть сколько людей, как бы, то есть мы уже говорили, нам необходимо. Какие отделы, какие руководители направлений нужны для решения этой задачи.